Десятки нарушений и сорванные сроки. С такими проблемами столкнулись жители сразу нескольких городов региона, чьи дома в этом году попали в программу капитального ремонта. А при том, что 8 из 10 собственников квартир в Иркутской области регулярно платят взносы. Можно ли сделать так, чтобы строители выполняли свою работу вовремя, а главное качественно? Расскажем в первом материале. Ну а я вижу, что вы льете бетон не по технологии. Я не строитель, но я как бы знаю, что до минус 6 его только можно заливать. Льют даже в минус 25. Это капитальный ремонт многоквартирного дома в центре Бодайбо. Такая отмостка, сделанная в мороз, рассыплется на кусочки после первой же серьезной оттепели. Поэтому работу ведут вечером, а днем прячут сделанное за строительным мусором. Разглядеть нарушения местной администрации с помощью журналистов все же удалось. Оказалось, нарушают не только технологию. Сроки завершения ремонта здесь задерживаются уже на несколько месяцев. Действия подрядчика чиновники готовятся оценивать письменно. Нареканий, конечно, много по проведению капитального ремонта этого дома. То есть оно будет все изложено при актах приемки в эксплуатацию. На данный момент то, что проводится заливка бетонной работы, то есть по отмостке, тоже в принципе в зимнее время запрещены. Недопустимы. Допустила ошибки та же фирма-подрядчик и в Братске. Капитальный ремонт кровли закончился потопом сразу в нескольких квартирах. Убытки жильцам обещали компенсировать. Журналисты же продолжают регулярно ездить по звонкам недовольных брачан. Есть такой адрес и в Устилимске. Во время ремонта даже, например, была повреждена кровля. В свое время ее восстанавливали. Были претензии по швам. Пришлось делать очень много гарантийных работ. То есть восстанавливать недоделки. Недоделок в следующем году может стать в два раза больше. Если в этом в Иркутской области ремонтировали 145 домов, то в планах на следующий их уже почти 350. Уследят ли за таким объемом работ? Одна из общественных организаций в этом не уверена. Поэтому выиграла президентский грант, чтобы наблюдать за капремонтом в самых густонаселенных городах области. Мы взяли эти 10 территорий, те, которые много домов. Это город Иркутск, Ангарск, Уссолье-Сибирское, Устилимск, Братск, Северные районы, Свирск, Саянск, Нижнеудинск, Зима. За каждым домом буквально человек будет представлен общественник. Вот что мы хотим сделать. Но я думаю, что мы освоим. Осваивать будут бесплатно. Активисты, в основном люди в возрасте с юридическим или экономическим образованием, уже нашлись. Деньги гранта пойдут на изготовление знаков отличия общественников, работу горячей линии по капремонтам, а также на информирование населения. Это прототип таблички, которая будет размещена на каждом ремонтируемом доме. Она будет в жестком варианте и на трикалории. Но самое главное, из этой информации можно будет узнать сроки ремонта, организацию, которая его проводит, и телефон человека, которому можно пожаловаться. Не жалуются на капремонт в этой иркутской пятиэтажке. Ее привели в порядок по специальному проекту. Вентилируемый фасад на торцах здания, новые окна в подъездах и индивидуальный умный тепловой пункт в подвале. Все не ради красоты. Новшества должны экономить траты на отопление. Отремонтировали полностью. Чисто, хорошо и по-современному все приборы стоят. Еще бы поменьше перерасчет сделали, как обещали, было бы замечательно. Таких замечательных проектов ждут в каждом городе региона. Однако больше всего люди рассчитывают на капитальный ремонт по совести. Чтобы вовремя, качественно и без недоделок. Лада Рыбакова, Михаил Глызин. Новости по будням.